Ничего особенного нету, просто память, память, благодарность к лагерям, мы находим только хорошее. Когда нас гнали было хорошо, и когда пытались закрыть, говорят закрыли лагерь, его не закрывали, я его расформировал и все, поняв, что уже работать не дают. Так что лагерь властями не был закрыт. Они тут дежурили, машины милицейские, круглосуточно менялись, приезжали, вылабливали детей, чтобы узнать адрес. А там по адресу, тогда находили их для родителей и, как мне сказали, побуждали подать ложные сведения. Это вообще даже придумать нельзя, что дети, мальчики спали с девочками вместе, всякую пакость. Но главное, родители, которых нашли, ни один не пошел на это. Говорят, ничего этого не было, вы грете. А я вам сейчас покажу, по каким причинам этого не могло быть. Открывайте ворота, принимайте молодца, как в сказке сказано. Все, нижнюю можно оставить, положи, чтобы она не упала. Проходите. Начинаем отсюда. Кое-кто может туда зайти, чтобы вам обидно. Вот это столовая. Вот высокие, которые столбушки, это столы. А как, видишь, два стола. А ниже, которые, это скамейки. Это мы разобрали, доски убрали. Почитайте, музей, комплекс для бедных лагерей. Все делали самостоятельно. За свой счет и шифер, государство ни рубля не вложило. Только за нами следили, и все, счастливо. Но они ничего не могли сделать. Господь сильную защиту ставил. У меня близкие отношения были, дружеские, прямо почти братские. Прокурор Края, генерал-лейтенант. Он был за нас. Я к нему мог прийти в любое время. Юрий Федорович Пороскун. Ну, не скрываю, говорю, как. Люди говорят, это он вам дал дом. Не он дал, он сказал по правде, защитил. Когда стали нападать. Потому что это решение суда вынесено. Когда я там был, когда я освобожден был, я подал на апелляции, на разные, что там было. И меня реабилитировали. Закон вышел. У меня политическая статья была у КАРСФСР. КАРСФСР-193. Все. Вернуть, что у меня изъяли. А изъяли много. По государственным расценкам, по тем временам, они должны были мне 11 миллиардов. Это мой труд. Это переводы сразу слепо делал. Композицию составлял. Кто там далеко, сюда? Константин, проходите сюда поближе. Скажите ему, чтобы заходил. Сюда поближе, заходите. И вот они приезжали здесь и брали анализы. Тихо. А в это время тут сидели Виктор Николаевич Савченко и пели песнопение. Про лагерь снято у нас примерно 475 роликов. Так что смотреть есть что. Вот дальше я иду. Это второй зал. Вот это вроде, когда много людей было. В две очереди. На боте два зала покрывалось. За столом сидело здесь 10 человек. Против каждого стола дежурный. Показал ему два пальца, только как у нас сейчас мы перенесли туда. За 45 лет не было ни одной ложки, которую бы выбросили пищи. Все зачистил, показал. А что говорит? Дома ничего нельзя привозить. Потому что мы не знаем, как готовили. Вот, пожалуйста. Это кухня. Электричество подведено. Холодильники тут стоят. Вода нагревается в большом котле. Вот здесь вот было. И когда там есть, приехала полиция с прокуратурой. На Батугина Тимофея. Мать его. Он пожаловал, что тут плохо ему. Они развелись, а сына отдали матери. Отцу Михаилу. А он его с Москвы сюда привозил, а иногда присылал. Как товар. Деньги заплатил, взял и пошел. В самолет. И он был здесь. И они приехали. А у прокурорша в брюках. Я сказал, к нам заходить в брюках нельзя, чтобы не оскверниться. Ну, я не войду. Она кротко так ответила. Я сказал, Никита Калесникова побежал, сразу юбку принес. Она надела. И вот вы посмотрели бы, сколько комментариев появилось. Да какая она красивая. Да она такая нежная. Да где она? Как ее адрес найти? Тут сколько нашлось. Женихов-то вокруг нее. А которая из милиции, та одета была в юбку. И вот здесь этого мальчика они спрашивали. А можно отдельно? Отдельно нельзя. Он мне уверен. Ребенок 10 лет. Что же я вам отдам-то где-то? Ну и закон отогласит. Скажи, Юрий, так нет? Родители должны быть. Ну и он такой грамотный. А отец дал полномочия вам? Да, да, да. Ну и они все, они успокоились и все записывали. Вот в этой коморке где-то. Ну и мы их как встретили, так и проводили. И они, то что она жаловалась, они обратили все в добро. Они делают гимнастику на траве. Обвинение. Я говорю, где в воздухе, левитации пока не обладаем. Делают где гимнастику. Не в спортзале. Ну и далее. Они встают рано, на устав такой. Там еще что-то было такое. Наши уставы. Говорят, это устав. А он отдавал, знал куда? Какое там? Ну не задраться. Обзывается, я накажу. У меня были физические наказания. Очень строгие были. Вот он, садимся за стол. Платочки показать. Платочка нет. А вот там деревья топали. А он должен бежать до туда. А тут кто-то стоит, смотрит, чтобы его не обидели. И пока он прибежит, тут уже второе подают. Он уже этого не получит. Я им память прищу в один день. Вот садятся за стол. А кто дежурный, быстро вокруг. А то вот ограда, это и есть территория лагеря. Ну они там собирают обувь, там, шапки, платки. Что это? Я скажу, а никто не поймет. Они говорят, что это же Максимова. А он еще, да знаю ли я это. Так, он должен взять эту одежду свою. Вокруг встанут, три раза бежать и кричать. Я забываю, одежду достану. А пока бегают, уже комфорт забивают. Все, больше ничего не надо. Это физическое наказание, надо бежать. И потом все обвинения, все же, как будто их не было. И однажды назначили комиссию, кандидат медицинских наук. Там другие, милиции, каждого ребенка просматривали, раздевали, какие ссадины сделали. Нигде ничего нет, никакого. Да квас бьют. Избивают. А они, мальчишка, говорят, никто нас не избивает, нас просто наказывают за то, что ведем неправильно. Ребенок разделяет наказание, наказывает и избивает. И они все это почувствовали, что серьезно в общем. Вот здесь вот написано было, кто президент, кто глава администрации края, кто изобрел мобильный телефон, кто изобрел интернет. Ни один взрослый приезжает, не могут ответить, а дети скорее охота ответить. И вот здесь уроки идут. Вот Игорь Владимирович здесь урок вел, тут фотография сохранилась. Вот сейчас мы посмотрим, пойдем, женские кельи. Вот она, глина замазанная, все, пойдемте за мной. А вот здесь полотенца висят, каждого свое. Смотри, вот полотенце. Проходим. Сюда. Конечно, все разрушается, у нас тут уже давно нету. И поэтому здесь каждый год штукатурилось. Ну вот оно, как было, вот такая. И побеленная. Это вот следи, палки обыкновенные. Ну и глина замазана. А сверху прибитая, шифер. Все такое доступное. Вот это дальше будет кухня, хлеб, там выпекали. Я не знаю, сколько было, но кажется, до 100 больших кирпичей могли выпечь. Две русские печи, я сам печник. А вот это вот тоже келья. У нее название Тмутаракань. Тмутаракань. Вот это вот называется на курьих ножках. То есть разное название. И дети это хорошо знали. Сюда идите. Вот показать. Оно тут закрыто. Вот здесь виноград был. Я думаю, что сейчас это не стереть. Видите, сколько деревьев разы. А это не луги, куда-то было. Смородина. Вот она, смородина. Ну, никто не поливал их, поэтому. Вот келья. Смотрите. Сколько этих палочек надо было вырезать клена. А стругать, не стругать, а кору содрать. Это все что-то любито. Ну, хоть где-то-то есть открыто? Вон, сейчас крайняя. Крайняя. Давайте откроем, посмотрим. Там рабочая келья. А, только рабочая. Ну, ничего. Смотрите, как. Вот это вот. Второй этаж, а там на досках. А, Володя открыл. Она здесь, где раздевается. Здесь, где раздевается. Здесь, где раздевается. Здесь, где раздевается. Дмитрий Тихонович, открыл. вот посмотрите вот надо идти доски сделать это все тут все полулички застанно тут одежда все в чистоте одежду посмотрели одежда выглажены простыми а за какой промежуток времени вот все это было построено весь стан вот этот все эти дома видишь она наращивалась хватало здесь 8 человек ты бываешь воспитательным если трудовато 10 потому что хватало вон когда ширина-то какая до 400 человек это все вручную никому мы не обращались своими силами деревне лошадь была дали бочка возили воду а теперь у нас вот здесь его не найдешь шланг проложены прям на озеро и туда подвели электричество стал бы туда провода идут это не сразу сделалось теперь там только включил у нас здесь бак полной воды огородчик тут прям рядом лагерный огородчик рядом хороший и купаться под дорожка отдельно без взрослого ни шагу со взрослыми не разговаривали дети очень внимательно знали как им здесь хорошо 222 мальчика родители за убийство сидят в тюрьме вот смотрите где загородка заканчивается вот она пожалуйста и вот сейчас мы пойдем на ту сторону вот награда идет туда не полезем из этой из деток не сделаешь денег потому что сережки надо находим такое вот так там сережка поделись закрывайте дедушки уходим я говорю уходим вот посмотрите вот это вот аналой подожди вы нас другое место утащили работать мы про это и забыли вот лежи где-то а почему же не повесили смотрите крест какой а его сейчас нельзя повесить нет кто здесь работал кто работал мы с олегом работали но не доделать но вы нас убрали вот здесь вот утром считается новый завес толкования блаженов эпилакта я люблю птиц и мы горшуненок был большие крылья метр тридцать размах рыли и как они ребятишки лягушек собирали там ловил я крыс скормили стихотворение про него было такое коршуненок коря крючконосый не боялся ничего и вдруг любознательность себя заносит на смертельный последний круг он полетел за грачами дождик кропил он сел как раз вот на повороте столб то отрехать видимо встал и замкнул провода его убило мы там нашли дети плакали стихотворение составила пели а когда корм оставался другие коршуны ели они летают и крещат и крещат и ему нигде нету видите вот все это такое разнообразие детям позволяло вникать в это быть более жалостным или как сказать не жестоким проще сказать дальше у нас что идет вот этот зал для игры посмотрите за это все мы затащили по щас и все чтобы не пропало на улице а когда в лагерь был рабочий тут я взял где келью показали там мимо келью мальчики не имели право даже проходить не то что спать по своему безумию они так и говорили а здесь вот это все мальчики а потом я их виду ночью рассказывают что где как звезды они до того нравятся что чтобы нарушить дисциплину чтобы все тратить зайдите можете посмотреть так загляните кто не был пойдем все качаться сейчас будем это на улице обычно стоять так и 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 Господь, сила моей песни, он садился моим спасением. Псалом 117.14. Не дружись с гнивливым, кричи 22. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Филиппица 4.5. Любите друг друга от чистого сердца. 1 Петра 1.22. Это наша штучка такая. Все еще лежит. Смотрите, ребята. Ну там еще не сложатся. О, да, мы качаемся. Я вижу. Вот это колеса. Кое-самое колесо прыгает. Вон оно здесь. И вот это называлось разъезд. Вот на таком уровне. Вот так вот столбы и там идут. Ну, из этих неблаг и всего. Вот такого расстояния. И дальше дети уже играют на этой высоте. Это все мы делали самостоятельно. Часть лагеря находится в деревне. В комплексе. Ну-ну-ну-ну-ну. Молодец. Поднялся. Вот мы на днях только были. Здесь все загорожено было. Разгорожено. И загородили по новой все. Подождите. Папа, с кишкой, с кишкой. Молодец. Молодец. Паралки. А мы все, что нам же, кишки, кишки. Привет, вы потянулся, да? А вот футбольное поле. Посмотрите. Вот вон. Вон. Где. Видно? А вот здесь вот. Вот рядом. Вон. Волейбольная площадка. Ну, тут все погнило. У нас нету. Мы же все время подремонтировали. Какой-нибудь ними, он бы тут копал железо и... Тоже пойдет? Она же упала. Ну, видишь, глянь. Вот такого пистолета убежит. А вон батлетки. Ну, тут было чем заняться. Хорошие. Тут столы. И со стола садится веревка. И сюда скачается таржан. А высоко поднимали? Высоко. И вот интересно. Что делает партитерная игра? Мальчик? Так, например, этот. Откуда это? В банке лежать. Ну, подожди. Наши? Наши забрать. Оттащи их сюда рядом. Прошу. Да, разве можно брать? Давайте поднимайся. А? Поднимайся. Да как так это? Подожди. Сейчас же забрать надо отсюда. Это наша большая оплотность. Сюда? Не знаю. Давай. Поднимайся. Я хочу сказать, что если мы делаем по слову Бога, Вроде обязательно будет башен, которая опрокинутая. Вот так. Поднимайся. Она поднимала и упала. Опустайся. Видите что будет? Не поднимайся. А здесь вот вот один стол поставил. Вон вокруг на таком уровне. Все? Отпускай Отпускай Покажется В просмотр Воды 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 Поздравляем В эфире ъ Во Смотрю Просмотрим Убитый Водитель Допустим Пойди, пыль, пыль, пыль. Ну, ты. Хватит, хватит, хватит. Поправи. Ну, как-либо, молодец. Потому что, ну, лезет, и зачем держит. Потому что, ну, лезет, и зачем держит. У нас стал бы стык, и здесь. Все, что захочет. Пойдешь, ты протягивай ушки. Ты бы таялся? Да, я в туман. Ну, я в туман. Не, лука, не хотела. Я тут был парень. Вот такой, можно сказать, непослушный. Он поел хорошо. А тут, как называют, самоподъемник. Вот такое колесико. Ну, с двумя бортами. И туда берег. А он решил не садиться. А ноги поставить туда. Чем выше он поднимает, тем больше его заворачивает. У него мани хватило. Когда поднял на самоподъемник, он на самую верхотуру. А ноги там уже, если от ногами тонкал, упал. Глазами слопает. Дыхание не хватило. Мы перепугались. Потащили его на скамейку, положили. Где-то, где-то отошел. Ну, непослушание. Вот с детьми занимается ни год, ни неделя. 45 лет. 40? Ни одного больного у нас от нас. Один ребенок сюда приехал, здесь 45 лет. Однажды вот привезли девочку. У меня позвоночник. Нехорошая болезнь. Она бледная такая. А у нас лагерь-то трудовой. Я ее не беру. Мать говорит, ну так, в такую даль ехали. А вы попросили? Нет, самостоятельно. Только уезжать. Ну, мы все согласны. Согласны, когда я вам скажу, что надо делать. А что делать? Все таблетки в туалет высыпать. Ну, она без них не может. Ну, вот и езжайте домой. Она согласилась. Она уже две недели не прошла. Ни одной таблетки не вспоминает. Лицо стало разобьять, и где-то на третьем неделе уже футбол играла. Вот и все. А что вы врач? Я врач. А какой? Главный врач. Я взываю к нему. Утром. Она должна ложку вылезать меду. Запить стаканом березовки. Кружкой березовки. И больше ничего не делать. На солнце не появляться. Все. И с нее все это отошло. А как вы узнали? Да никак. Я сам это, может, болел. Что-то так вздыхает. Что-то вздыхает. Иди, сними. Посмотри. И сколько их не было. И сколько их не было. И сколько их не было. Аргентина, Бразилия, Америка, Германия, Франции. Все были здесь. Но не простые. А из Англии директор Кэстонского института в Великобритании, Ксения Деннон. Ей дали сопроводительного с Останкина. И она была здесь. И большую статью. Ее можно статью это найти. Ксения Деннон. Как-то история, кажется, в сибирских степях. Ксения Деннон. Ксения Деннон. Вы сюда. Братья туда. Сходите. Покупайтесь. Сложи руки. Несколько хорошо. Воды не боялись. Я просто скажу. Не надо. Не по каким делям бояться. Рядом стоят люди. Ксения Деннон. Ну что? Прямо дырая жить в такую страсть. Нет. Мы можем показать снимки, где все лучшие люди уходят и не стараются глаза протереть. Три раза. А тогда ты протирайся. Батюшка стоит с вами рядом. Прямо ухватывается. Зато будут отыть его. А ну что? Смотрели. Вопросы? Один вопрос только у вас может быть. А могу ли я со своими товарищами в Санкт-Петербурге устроить такое лагерь? Теоретически да, практически нет, ты должен быть день и ночь с ними, ты никуда не денешься Ты несешь за них моральную и уголовную ответственность, не забывай А государство строго спросишь, я так далеко не лазить Даже на глаза шустрый какой видишь, я должен поставить ограду Он уже приехал как-то, мальчик приезжал Он вот так вот, это слумба, он ее копнул ногой через ограду и пошел, там ни за рига никаких, мать здесь сидит А тут там у нас городки, детонированные площадки, выбивать сюда бросают Лев Атой играл, царь Николай, так ни за старинный Он вот он схватил, который в туалет и бросил Девочка, я ударил ее по 3 минуты Она говорит, я скажу, скажешь или еще раз Просто подопри, как в кустане делаем Ну его сразу мы арестовали, где в этой комнате с матерью Он верещит, вот понимаете, когда попадется какой-нибудь хорев там, а как, прямо и сухой Виктор Николаевич его держат в руках, он как, вот вес изувивается Обычно никто не видит, как наказан, а тут при матери Он над матери издевается, ну я его начал ущить сеткой Он говорит, ааа, клянусь, как кровью матери или чем-то В таких словах гонят Ну ясно делается, из-за этого ему попало Мать потом, когда приехала в город, я в это время в больнице был на операции Она пришла отблагодарить, сын совершенно другой Не надо, чтобы он не убежал Привязанный, к старшему зару, отсюда подвертый, никуда не денется Это уже самое последнее оказание Есть такие, которые безобразные еще Один был такой, звалищик для тела Два у меня было парня, старообрядческих Такие ребята, ну хорошие Он на кого-то затащил в келью, давай душись Мы сразу узнали, сразу ударили в колоколы Они у деда живет там, они прилетели И сразу забрали его А из старообрядца, один из них Кто приходил у нас? Кирилл или как говорите? Который приходил здесь Многие-то меня пазлы Роман вроде? А? Роман? Роман, по-моему Такие данные у него математические И его там научным сотрудником уже вроде избрали Академгородок на Усибирске И он приехал сюда В городе был Отблагодарить, что был в лагере Какой в него заложили потенциал Я не могу удержать, он самые ноги падает И все, он сам видный такой Видите как, ну не все что-то злодеи что-ли Я говорю, а где брат? Что-то он сказал такое Они старообрядцы Что-то я дал задание написать Он кривыми такими буквами Славянскими все Он говорит, я помню это И показал им снимок Моей книги, они сидят на скамейке Которая в храм заходят Ну вот что я вам могу сказать здесь Когда дети одни здесь Они другие делают Вот мне когда операцию сделали У меня под наркозом был Операция очень тяжелая Позвоночник Там все с плетением Обычно там два отверстия У меня одно Там такое переплетение И сильная реакция идет И я ничего не помню Я вижу я здесь в лагере Солнечный день Светлые, светлые какие-то юноши ходят И к каждому А дети здесь Что он там Вот на этой скамейке сидят А я стою вот здесь Никого Никого Я там На том Светлые Тонят такие Что я не могу Добыть эту радость А мне операцию сделали Можно только Лежать Перестоять Сидеть нельзя И несколько месяцев Как тут Хрещали И где Понастроили И все Народ Поверьте какой И ребятишки В среди ночи 12 часов Не спали Ну если Никто их не заставлял Нет Они понимают Что для них Было добро А то дети Не понимают Надо чтоб Понимали Как это Родителям Хлеба достается Вперед Здесь Поработал 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 Давай Посмотрим Что у меня Банила Сколько Затапливает Сейчас Если Вот 4 4 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16